Здравствуйте, товарищи! Это Миш Сейн передает вам приветы из солнечного Тбилиси сразу после дождя. У нас здесь, как обычно, благостная погодка, и в этом замечательном городе я провел уже почти 13 месяцев. 4 апреля для меня теперь личный праздник, потому что это день начала моей эмиграции. За год в Грузии я много с чем столкнулся, местами было жутко сложно, очень много разного опыта накопилось-появилось, но по итогам этого года я хочу говорить не о Грузии, а о том, каково это жить не в России, насколько это доступно и возможно для каждого из вас, и вот может мой личный опыт ответит на какие-то ваши нерешаемые вопросы и поможет что-нибудь в голове устаканить. Сразу сделаю ремарку, что на вопрос, нужно ли вам переезжать, никто кроме лично вас не ответит, но я сегодня постараюсь накинуть вам пищу для размышлений. Здрасте, вы на канале Сейна! На ваших экранах уйо! Ребята, я вам уже, наверное, год обещаю ролик про спорт для неспортивных, и однажды я его точно сниму. Но сейчас просто обращусь ко всем, кто совсем не занимается спортом. Одумайтесь! Я регулярно занимаюсь уже три года, и ключевым аргументом для того, чтобы начать заниматься, для меня стало вот регулярное состояние, что я с момента, как просыпаюсь, до момента, как засыпаю, постоянно какой-то уставший, у меня что-то новое болит постоянно, я куда-то пройдусь, ноги затекли, что-то еще, опять какая-то проблема. Естественно, это супер обострилось на ковиде, там до этого я как-то на скейте катался, еще бегал куда-то. Когда совсем засиделся, у меня качество жизни ухудшилось прям жестко. И тогда я сделал, как сейчас понимаю, самое правильное из всего возможного. Я не стал вот повторять ту классическую ситуацию, когда ты собираешься в спортзал, идешь туда, убиваешься на максимум, ближайшую неделю не чувствуешь ни ног, ни рук, и на этом твои взаимодействия со спортом заканчиваются, потому что, ну, что-то не для меня, наверное. Я взял, выбрал пять упражнений, которые чисто мне нравились, не были объединены никакой логикой, но поставил себе условие, что я буду заниматься через день. То есть день отдых, день занятия. День отдых, день занятия. Вешал себе бумажки, на которых написано «Сейн вперед», и на которых были все дни месяца. Я каждый из них вычеркивал, и везде, где пропускал, писал причину пропуска, чтобы как бы перед собой самим извиняться. Потом, естественно, я миллиард раз сменил свою программу тренировок, сам уже узнал о том, как их лучше выстраивать, что мне больше надо, там научился слушать свой организм и т.д. Но главное, что произошло, это я приучил себя к спорту. Вот все эти штуки про то, что набрать форму к лету, там позаниматься чуть-чуть, потом не заниматься, или там накачать бицуху срочно, это все фигня. Ребят, лучшее, что вы можете для себя сделать, а у вас вся жизнь впереди, это именно приучиться регулярно заниматься, найти не слишком сложную программу, которая учитывает ваш левел, и по ней постепенно-постепенно увеличивает нагрузку, становясь все красивее и сильнее. И, собственно, почему мне принципиально было тогда позаниматься первые три месяца? Потому что за три месяца полностью формируется привычка, это становится частью вашего нормального. И если бы я мог дать совет себе прошлому, я бы пораньше купил безлимитную подписку FitStars. В ней собраны более 1600 разнообразных тренировок по 112 программам. Похудение, растяжка, зарядка, йога, зумба, пилатес и многое другое. Все программы при этом подходят для новичков. В тренировках на FitStars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. Также на платформе есть раздел «Питание» с рецептами и расчетом калорий. В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейсфитнес. По моему промокоду SEIN вы можете получить скидку аж в 70% на все тарифные планы платформы FitStars. И безлимит обойдется вам в 6 990, что дешевле, чем абонемент «Спортзал». Только тут он безлимитный. Так что, друзья, переходите по ссылке в описании и держите себя в форме. Внесу ясность для тех, кто меня не постоянно смотрит или что-то пропустил. Я вообще вам рекомендую посмотреть все выпуски «Уйо», это всего лишь пятый. Но, в общем, кто не знает, я не дохуя богатый. Я здесь вообще открою вам прям свои цифры, что на тот момент, что перед войной, у меня была плюс-минус тысяча долларов. Ну, то есть вот 70 тысяч рублей — это то, на что я в месяц плюс-минус мог рассчитывать. Особенно тогда у меня пропали интеграции, я начал регулярно стримить. И что до стримов, что с ними, имел плюс-минус те же небольшие деньги. То есть, да, это удаленка, и я к этому потом вернусь. Я понимаю, что очень заранее задумался о переезде, на самом деле. Но, тем не менее, у меня не было никаких астрономических денег на непосредственно переезд, как процесс. Я скопил 40 тысяч, как сейчас помню. Я вот их откуда-то по сусекам наскреб, вывел, купил себе билет в один конец, отложил немножко на автобус Ереван-Тбилиси — все. И у меня совершенно не было истории, типа, Олегу дали офер, или у меня какие-нибудь родственники там. Нет ничего, я переехал абсолютно без друзей, без родных, без ничего. В совершенно незнакомую страну, с голой жопой, хотя и удаленным доходом, но, опять же, нестабильным. То есть, я не был уверен, что я вообще смогу или не смогу продолжать делать. И более того, вот я этот ролик снимаю, и я не уверен, насколько тоже у меня хотя бы доход от Ютуба сохранится. Это просто, чтобы вы не думали, что у меня золотая ложка в жопе. У меня вообще очень много мыслей для и про тех, кто уехал, тех, кто остался. И чтобы вот более насущные вещи сказать, я спросил в куче своих соцсетей, что бы вы спросили у человека, который год живет не в России. И сценарий этого ролика составлен во многом благодаря вам, поэтому пишите комменты, если у вас есть еще какие-то вопросы по этому поводу. Я, возможно, юзну их в будущих выпусках уё, потому что мне понравилось. Начну я с самых жестких вопросов. Большая часть из них звучит как «когда в Россию». А смена обстановки не затянулась? Не знаю, но точно не скоро. Я уехал до мобилизации. Я планировал уехать за 4 года до начала войны. И мне вообще мысли, которые я дальше озвучу, довольно давно понятны. И год иммиграции очень сильно убедил меня в правильности моих предсказаний будущего. Я сейчас попытаюсь сказать максимально без какой-то конкретной политической риторики, какого-то конкретного лагеря. Почему я сейчас не живу в России и не планирую туда возвращаться? Потому что мои достижения уже однажды разделили на два. Я понимаю, что это многих коснулось и многих гораздо жестче, чем меня. Но вот конкретно что со мной произошло? Я делал свои независимые медиа, свой канал. Я сотрудничал с московскими музеями современного искусства, то есть какой-то вот классический арт продвигал. Сотрудничал с актуальными музыкантами. Также делал видосы об андеграунде московской культуре. Делал ролик про этнические меньшинства. Там вот у меня бурятский андеграунд. И у меня было дохерища различных планов, как еще снимать ролики о русской культуре, да, вот российской на территории России, и для русскоязычных людей, которые понимают русский язык, на котором я тоже говорю и стараюсь говорить как можно лучше. Это не самый популярный контент, и было сложно построить систему, которая будет меня кормить, и при этом позволять мне снимать все вышеперечисленное. Я ее выстроил, она росла, я проводил свои мероприятия в Москве, на котором, опять же, ну, блядь, я собрал 12 художников, которые непосредственно у меня работали, еще дохерища художников пришло, и 300 человек заплатили деньги, чтобы взаимодействовать с этими художниками. То есть, ну, двигание локальной культуры, я не то что хвалюсь, но это то, чем я вообще глобально хочу заниматься. Вот такое у меня жизненное кредо, по крайней мере, в этом жизненном этапе. Это все нахуй на два поделилось. Опять же, я не про то, что у меня какая-то худшая ситуация, но у меня лучшие годы. То есть вот мне сейчас 23, там буквально через месяц 24. Я искренне считаю, и опять же, я вас ни к чему не подталкиваю, никакую силу тем самым поддержать не пытаюсь, я считаю, что следующие 10 лет в России будет так же. Ваши достижения будут делиться на 2, на 3, на 4, ради чьих-то интересов по какому-то поводу. Сейчас это геополитический военный интерес. Какой интерес будет через 3 года, я не знаю. Но я не могу себе представить ситуацию, в которой в России вот это вот уничтожение тобой накопленного прекратится раньше, чем через 10 лет. И я не уверен, что через 10 лет оно прекратится. И в ту же топку сразу прокомментирую вопросы про то, что ну чё, у тебя новый дом? Новая родина? Ну чё, всё, уже о России не думаешь? У тебя новости сейчас в ленте, они больше грузинские или больше российские? Ребят, родина одна. И моя родина — это город Химки. Жемчужина Подмосковья. Большую часть жизни я провёл в Москве. И Химки, и Москва — это мои города. Моя родина. Всё остальное — это не родина. И я, ну то есть, я не жду момента, когда там Тбилиси станет моим городом. Он в смысле останется во мне, там в сердце. Это будет важный для меня жизненный этап. Но он всё равно не мой. И я не жду момента, когда у меня родина в голове переключится. И я не пытался переехать, чтобы забыть о своей русскости и т.д. Нет, я, в принципе, всегда воспринимал то, что переехав, я буду нести за собой свою национальность и стараться делать вещи, чтобы её лучшим образом репрезентовать. Сейчас вот вообще для этого неподходящее время, но я пытаюсь. И отсюда я продолжаю посильно вести все те проекты, вот за которые я был ответственен. Но вот просто то, что возможно было сохранить на дистанции, я сохранил. Буквально вот вчера прошло ебанарт лото. Я вещи, которые рисовал в Москве на карантине. И вот была у меня квартира, с которой очень много связано личного. И там она вся была увешана моими различными работами, аппликациями и всем таким. И я разыграл это в лото на своём любимом фестивале «Мостик». Устроили крутое мероприятие с кастомными билетами. Но, понимаете, в Москве всё тоже стало хуже. То есть и та публика, которая могла на меня ходить, её там тоже уже нет. Это те же разделенные на два достижения. Я бы с удовольствием вкладывал как можно больше сил в то, чтобы делать что-то в России. Но, опять же, а зачем? Для того, чтобы это стёрли? И у этого, безусловно, не стопроцентная вероятность. Стопудово найдутся в комментах люди, которые такие «А чё? А в чём проблема-то у тебя лично? Ну, Ютуб тебе перестал платить. Ну, ты же сейчас живёшь». У меня сейчас действительно, да, у меня доход восстановился и, можно сказать, даже вырос. Но это за счёт того, что я старался. И если бы меня не разделили на два год назад, то, возможно, это был бы троекратный рост. Короче, вы поняли. У меня других лучших лет не будет. У меня не будет другого периода, когда я наиболее всего активен, силён, заряжен и т.д. И если меня ещё пару раз разделят, то таким образом к 30, когда у меня уже не будет сил и вот, может, будет там прекрасная, шикарная Россия, ну вот какой Миша Сейн будет для неё полезней? Который всё это время накапливал и сохранял, и приумножал? Или тот, который превозмогал вечные вот эти вот «Хуй тебе, хуй тебе, хуй тебе, хуй тебе, хуй тебе, хуй тебе». Я шире разверну мысль про русское комьюнити за границей позже, но я хотел бы продолжать работать на русскоязычную аудиторию и обозревать и обсуждать вещи, которые содержат именно наш контекст. Притом, под «наш» я подразумеваю вообще всё постсоветское пространство, потому что именно чаще всего продукты, которые я обозреваю, имеют какие-то вот эти постсоветские атрибуты и какую-то постсоветскую базу под собой. И вот этот вот уникальный контент, которого нигде больше нет, именно я имею к нему ключик, потому что я вот родился в Химках и жил в квартире, которая досталась моей бабушке за очень долгую службу на заводе имени Лавочкина. Вот это вот, весь этот контекст, это именно моё. И я очень много сделал для того, чтобы именно этот контекст мог меня кормить. Но вот сейчас я не уверен, что смогу это продолжать. И там, ну опять же, вы сто раз слышали про закрытие Ютуба, и палки в колёса продолжают вставляться. И опять же, да, вероятность этого не стопроцентная. Но жить с не стопроцентной вероятностью, а 50% вероятностью, что твои достижения нахуй уничтожатся или разделятся на 2, и на 3, и на 4, я тоже не готов. Это основная мотивация, и я не представляю, что что-то её изменит. И вот всем своим вот этим вот высказыванием я не хочу сказать, что вам точно надо переехать. В данном случае я сравниваю свой переездный дискомфорт, которого было дохуя, и определённый риск там, что я неправильно переехал, что я попаду из-за этого в какую-то череду неудачных обстоятельств, которые меня нахуй погубят. То есть вот на одной чаше весов переездный дискомфорт, на другой чаше весов российская рулетка по стиранию достижений. Я выбрал, что вот это я переживу с большей лёгкостью, и это меньше на мне отрицательного следа оставит, а наоборот только положительный. По итогам года для меня это сработало. Возможно, для вас это будет так губительно, что лучше уж в российскую рулетку играть не могу посоветовать. К менее тоскливым пунктам. По поводу русофобии. Ну вот я сейчас стою посреди улицы, говорю достаточно громко на русском языке. Люди ходят, оборачиваются, но бить меня вроде никто не собирается. Вот тут вот, например, на двери табличка на русском языке. Там вот ещё дальше какие-то объявления на русском. Во многих местах, там в банкомате, можно, например, у некоторых банков выбрать русский язык. Это всё реально. Но при этом также вы можете встретить надписи «Russians go home», «Чемодан вокзал Россия», «Russ are cringe» и т.д. Как же это уживается? Это вообще очень сложная тема, и настолько много разных факторов и разного отношения разных людей и разных социальных групп, что вот спекулировать на этом будут бесконечно. Я вам, в принципе, не рекомендую доверять никакой информации про однозначное отношение к чему-то в какой-то стране. Как правило, оно нигде неоднозначное. Но вообще, если серьёзно об этом говорить, мне кажется, у этого вопроса есть две составляющие. Одна идеологическая, то есть вопрос, как с этим жить морально. А вторая практическая, насколько это просто каждый день мешает. И на первый вопрос я себе отвечаю очень просто. Все возможные лозунги, которые здесь есть, которые направлены против России, они направлены против образа захватнической России, действительно, завоевателя военной машины, продолжателя дела Советского Союза и т.д. И всё вот это вот я действительно не поддерживаю. Но я не видел ни одного лозунга против моей России, против моих друзей, проектов, в которых я участвовал и т.д. И, ну, иными словами, с высказыванием Грузии на том, что часть Грузии оккупирована Россией. Буквально недавно в Грузии пытались принять закон про иноагентов, который как калька был списан с российского. И против этого также протестовали. И также появлялись новые лозунги и надписи против русского. Но я тоже против этого русского. И поэтому, несмотря на то, что здесь куча различной идеологической атрибутики, там на куче домов надписей, сейчас этого меньше, когда я только приехал буквально на каждом втором доме. Там висел украинский флаг, грузинский флаг, какой-нибудь лозунг и т.д. Меня всё это совершенно не смущает. И мне в этом быть гораздо приятнее, чем среди букв Z. А теперь по поводу практической составляющей. Действительно, есть какие-то моменты в духе там кто-то не сдал квартиру, кто-то там явно с тобой разговаривал с какой-то неприязнью. Но, опять же, я могу представить, что там вот какая-нибудь со мной продавщица, особенно молодая, разговаривает с явной неприязнью из-за моей национальности, моего происхождения. А у неё, допустим, там её родная деревня может попасть в оккупацию. Или там её родная бабушка может жить вот в какой-нибудь деревне, которой всё больше и больше подбирается граница. И или вообще она может из-за этого уже потерять доступ к своему родному месту из-за государства, откуда я. И она видит во мне воплощение этого. Ну что мне на это обижаться? Я совершенно так не ощущаю. Но кроме этих примеров, есть также куча положительных. Вот я жил в предыдущей коммуналке. В какой-то момент звонок в дверь. Стоит мой сосед и четыре грузина молодых с огромным телевизором. Как выяснилось, мой сосед купил телевизор и тащил его. Ему явно было тяжело. И просто чуваки, которые пьяные отдыхали, проводили свой выходной. Подошли. Они не очень говорят на русском, но такие, помочь там, помочь. Помогли ему дотащить телевизор. Позвонили в дверь. И еще отдав этот телевизор, занеся в квартиру, сказали, что если вас кто-то обижает, вы знаете, они долбоебы. Мы всем рады, мы всем их любим. И вот таких примеров я ни один, ни два здесь видел. И если преобразовать это в какой-то практический совет или принцип, то когда вы слышите, что где-то кого-то недолюбливают, узнайте за что. Как правило, у этого есть причины. И я вот, например, в магазине, в банке или где-то еще, я не начинаю разговор ни с русских, ни с английских слов. У меня вот есть супер базовый маленький грузинский вокабуляр. Мне задавали разные вопросы про то, как там с языковым барьером. Я про это чуть позже. Но вот я начинаю просто диалог на языке страны, в которой я нахожусь. И ко мне изначально никакого негатива нет. И то же самое. Короче, как правило, вот все эти страшные штуки про притеснение, они решаются вопросами этикета. Если вы какой-то элементарный этикет соблюдаете, то на вас излиться не за что. И агрессию к вам проявлять не за что. Безусловно, есть, короче, ситуации, но того, чем вас пугают, не существует. Ну а если он не знает русского? Ну и что? Может, я американского, не знаю. Как-нибудь поздороваюсь. Ну я здороваюсь, гомарджоба. Спрашиваю. Руслан Танисора. Да, не знаю, гомарджоба. Если не знаю, здравствуйте. Скажи, я нормально. Ничего себе! Хорошо, ребята, до свидания. Счастливо. Удачи вам! Удачи вам! Снято. Супер. Теперь чуть подробнее скажу про язык. Дело в том, что в Грузии это не самый лучший пример, потому что тут все говорят либо на русском, либо на английском. Но сделайте вывод, что английский лучше знать в любом случае. Я в этом смысле не скрою, я привилегированный, да? Моя мама очень рано об этом задумывалась, и в меня английский пичкали с самого раннего возраста. Там не то, чтобы я был суперумный, я обычно был не в самой низшей группе по английскому, но типа от средней до высшей путешествовал и совершенно не помнил никакие времена, но я по долгу службы из-за того, что делаю ролики, из-за того, что периодически источник есть там про какую-то группу или про какую-то новость только на английском, у меня неплохой вокабуляр. Я знаю много разных слов, там опять же, тот же постоянно американский рэп, и в принципе уровень английского у меня, наверное, ну вот под B2. Там вокабуляр B2, знание правил А0. И, например, вести диалог на английском я могу совершенно свободно, но просто с большим количеством ошибок. И в Грузии знание русского и английского плюс пяти грузинских слов «Здрасте», «Спасибо», «До свидания», «Всё ли нормально», «Вы говорите» на русском или на английском. Вот это, в принципе, весь мой вокабуляр. Иногда мне хватает его, чтобы целиком провести диалог в магазине, потому что я покупаю примерно одно и то же. Ага, как правило, вот один из двух языков здесь знают. Но, опять же, это вам откроет весь мир, если вы знаете английский. Вы это слышали сто пудов миллиард раз, ну вот миллиард первый. Основная вещь, которую здесь стоит понять, это то, что всё иностранное в нормальном мире — это интересное. Это в России, особенно в последнее время, выстраивается отношение, что чужое — это плохое обязательно. И это, по-моему, губительно и ужасно, потому что, вот представьте, без всего вот этого вражеского нарратива, что у вас есть возможность поговорить с полинезийцем, да, или с жителем Пупуа-Новой Эквине, или с жителем Новой Зеландии, но он при этом знает русский плохо. Говорит всегда с ошибками, путает числа, рода, падежи, предлоги, приставки и всё остальное. Но, в общем, понятно. Представьте, насколько это мог бы быть интересный разговор, да, возможно, самый интересный в вашем месяце. И то же самое с вами на английском. Ну, говорите вы херово, но всё равно вы такая экзотика для какого-нибудь того же американца, или даже португальца, которого можно вот здесь встретить. Вообще любые столицы, они, как правило, многонациональные. И встретить здесь иностранца и зацепиться с ним в разговор чисто от того, что вы оба иностранца из совершенно разных культур — это потрясающе, и это вас очень сильно выращивает. Вывод в одну строчку — пиздеть неграмотно, но уверенно гораздо лучше, чем грамотно и неуверенно. Один из вопросов, который довольно часто повторялся — это как у тебя отношения с родителями, и вообще как они отнеслись к моему переезду, и также с друзьями. У меня две отдельные мысли про это. Во-первых, родители. Просто дело в том, что все в разном количестве с ними общаются, у всех разные отношения, у многих сложные. И отдельная вещица, которую хочется сказать, что если у вас была плохая коммуникация с родителями до этого, то их реакция может быть непредсказуема. То есть, в принципе, ваш переезд может свалиться как снег на голову, только если ваши родители о вас не так много знают. Потому что, опять же, это и в человеке с бухты барахты не берется. И когда я переезжал, меня все уже исключительно поддерживали, потому что спорить со мной было поздно. И просто по тому, что я говорил все эти годы, как я оценивал какие-то ситуации, как я уже спорил с людьми на кухне про политику и т.д. Меня знают. И знают, к чему я шел. И, собственно, как не удивляло решение 4 года назад переехать в Чехию, так и спустя 4 года внезапная Грузия была воспринята сначала «Чё? Куда? Зачем?» А потом, спустя 10 минут разговора, «Ну ладно, Миш, тебе виднее». Потому что действительно вам виднее. И мне кажется, любой человек, который желает вам добра, он в итоге сможет вас понять. Опять же, если вы с ним до этого разговаривали. С друзьями все не то, что сложнее, но, по крайней мере, менее решаемо. Потому что в любом случае негласный вопрос «Чё я уехал, а ты нет?» Или «Чё я не уехал, а ты уехал?» Он все равно висит в диалоге. И, как бы, возможно, вы даже знаете на него ответ. Но вы же разменулись по этому поводу. И как это решать? Да никак. В любом случае, общение с друзьями во взрослом возрасте, оно подразумевает, что вы должны прикладывать большие усилия, чтобы его сохранять. И, знаете, ироничная ситуация. У меня есть мой друг Лёха, с которым мы в какой-то период жизни, когда у нас были общие цели, мы общались очень много, прям постоянно. И, ну, были буквально лучшими друзьями друг у друга. После чего мы поступили на разные специальности в разные вузы. Все еще так же очень круто друг к другу относимся, очень радуемся встрече. Но дело в том, что эти встречи, как правило, раз в год. И мы так вместе жили в Москве, потом переехали в Грузию. И так же видимся раз в год, но уже здесь. То есть смена места жительства на нашем с Лёхи общении не очень сильно отразилась. Отразилась на общении со многими другими людьми, но, опять же, я думаю, что если вы в нормальном коннекте со своими друзьями, то всем понятно, что дружба дружбой, но при этом не лишаться же всех перспектив жизни и всех своих мечтаний ради друзей. И да, если дружба вам важна, то вы ее сохраните сквозь года. Я думаю, ни один хороший друг не захочет стать причиной того, что у вас там потом ничего не получилось, и вы проживаете свой каждый день в месте, в котором вы не хотите находиться. И к вопросу тоже о разнице в грузинском и негрузинском менталитете. Вот знаете, я хотел последние три пункта снять в разных локациях, но я что-то сел с вином, здесь так хорошо, вот там бегает кот. Поэтому до конца ролика вы в этой локации. Надеюсь, вы тоже удобно сидите. Также я получил очень много вопросов в духе «Я занимаюсь тем-то, тем-то, есть ли это в Тбилиси? А я делаю то-то, то-то, есть ли это там? А у меня вот столько-то денег, мне это хватит? Сколько минимум нужно заработать, чтобы переехать?» Буквально вот недавно объявили про электронные повестки, и если предыдущие такие большие новости, они создавали огромный поток переезжающих, и там, я помню, в мобилизацию я такой, нифига себе, сколько людей, все, дошли до крайней точки, переехали сюда, сейчас тут останутся. В итоге не остались. Большая часть тех, что переехали именно после мобилизации, они в итоге вернулись обратно. Но вот когда объявили электронные повестки, из всех моих знакомых был всего один, кто воспринял это как вот последнюю точку, что после этого все, это точно мой последний шанс переехать. Мой замечательный друган Максим, который переехал, жил у меня пару дней, а у него нет удаленной работы, нет ни хера. Он в итоге, когда его друзья и родственники узнали о том, что он переезжает, ему внезапно для него самого дали денег на первое время, он до этого вообще не рассчитывал, и он вот сейчас приехал сюда, снял какое-то жилье, вернее проходную комнату в коммуналке, и будет сейчас здесь обживаться. Мораль сей басни в том, что нету неправильного времени, неправильного финансового состояния, чтобы переехать. Я уже видел кучу историй тех, кто собирались силами, но сейчас я поднакоплюсь, сейчас я работу найду и не переезжали. Видел тех, кто переезжали с хорошими деньгами, в итоге не уживались и возвращались, и т.д. Никогда дело ни в деньгах, ни в возможностях, ни в чем-либо другом. Ребят, если вы по жизни, в принципе, умеете что-то делать, у вас есть какие-то скиллы, и вы деятельный, притом, знаете, даже про скиллы можно вычеркнуть, если вы, в принципе, деятельный, вы в любой стране мира можете найтись. Это не преувеличение и не излишняя оптимистичная картина. Возможно, это будет ебать как сложно, но это реально, потому что, опять же, в любой стране мира сейчас куча русскоязычных челов, которые думают так же, как я в самом первом пункте про возвращение в Россию, что у них сейчас энтузиазм, у них сейчас время для того, чтобы творить и действовать, и они не хотят это время тратить там, где их достижения не оцениваются или уничтожаются. И поэтому они находят место, где пристроятся, прикладывают там свои усилия, и им также нужны люди, чтобы им помочь. И если вы достаточно активный, я вас уверяю, в критическом большинстве мировых столиц, и чем она богаче, тем лучше, вы найдете работу через какие-то вот связи русскоязычных челов. Опять же, это не просто, я вам повторяю, но план приехать в страну, найти русскоязычное комьюнити, найти себе работу на первое время, и в итоге пригодиться, он реализуем. Все, что вам может помешать, это лично ваши социальные навыки, ваша коммуникативность, ваша способность подстроиться, ваша способность выдержать стресс и пережить тяжелый этап, морально и физически. Для моего друга Максима последний шанс был вот меньше месяца назад, для меня последний шанс был в начале войны, для кого-то последний шанс был в 2014 году, для кого-то в 2012 году. И понимаете, это в принципе такой интересный момент. В 2014 году количество уехавших из России превысило эмиграцию, в которую уезжали Бродский и Довлатов. Уже очень давно, в очень большом количестве, ваши соотечественники эмигрируют, и у каждого каждый раз свой последний момент, свое правильное или неправильное материальное состояние. Короче, его нет. У всех он свой, и ни у кого он никакой. Если лично вы давно живете с убеждением, что вам надо переехать, и лично у вас шило в жопе, возможно, это шило вам не врет. И самый последний пункт, а что дальше? А дальше, может Грузия, может не Грузия, может какие-то еще страны. Просто, опять же, я размышляя о том, хочу или я не хочу оставаться в России, я пришел в первую очередь к тому, что сейчас у меня настроение, чтобы рвать жопу во все стороны. Отлично ли я себя чувствую в Грузии? Да отлично. Здесь очень приятная погода. Вот сейчас я сижу в легкой куртке и свитере в конце апреля. С начала апреля, честно говоря, была такая погода. Здесь когда-то в феврале было уже 20 градусов. Климат супер. С менталитетом мне ужиться ничего не стоит. Я сам в любой момент дня могу начать пить вино и резко отдыхать. Более того, после трудоголической Москвы для меня вообще отлично зашел вот как раз тут человый Тбилиси на контрасте, чтобы понять, как люди умеют жизнью наслаждаться. Но, ребят, предложат мне проект на Аляске, буду на Аляске. Я так уже заканчивал один из выпусков Уйо, но это мораль, которую я хочу вам донести, что я хотел бы вернуться и я хотел бы пройтись по своим родным химкам, но гораздо больше я хотел бы пригодиться в жизни. Гораздо больше я хотел бы выжить из своих лучших лет максимум. И где мне предстоит это выжить, я не знаю. Я уже выучил один язык страны, которая меня теперь вообще не собирается никогда, блядь, в себя пускать просто из-за национальности. Грущу ли я по этому поводу сильно? Да нет. Конечно, жаль потраченного времени, но понадобится мне в следующий раз для чего-то выучить еще один какой-то язык, да я выучу, да хоть 10. Вообще это без разницы, это реально, ребят, это мелочь на фоне того, что это может вам дать за перспективы. И в Тбилиси огромное количество русскоязычных экспатов, которые делают свои различные интересные проекты, с которыми я могу коллаборировать, которые могут стать для меня точкой роста. И при том не только сотрудничество с ними, а просто общение с ними и наблюдение за тем, как складывается их судьба, уже дает охеренные примеры. Потому что вот чем особенно хороша эмиграция, так это публикой. Все это люди, которые хотели рвать жопу и готовы делать это на долгой дистанции. Опять же, мобилизация показала, что в этом плане эмиграция других в себе не терпит. То есть это я совершенно не осуждаю людей, которые приехали, а потом вернулись. Но это получается такой естественный отбор, что если вот это вот само... Блядь, забыл, хотел это в ролике раньше упомянуть, сейчас упомяну. Очень смешной коммент был. А чё, за границей настолько лучше, чем в России? Вот если вы задаете таким вопросом, то, возможно, вы знаете недостаточно. Дело в том, что если вы ждёте чего-то вот настолько, то его здесь нет. В каждой стране безумное количество собственных минусов. И там вот здесь, блядь, чтобы купить куриную грудку, нужно ёбнуться. Но если у вас есть вот какие-то цели, которые легче достигаются с помощью заграницы, то вам ничего уже и объяснять не надо. Опять же, если ваши амбиции требуют того, чтобы вы не находились в России, всё остальное уже детали. Мои амбиции этого требуют. И это, опять же, не считая других вещей, которые я говорил в остальных выпусках у Йоу. Мне вот очень нравится жить не в диктатуре. Это для меня важно. И я хотел озвучить этот пункт раньше, но вот прям в процессе съёмки решил сделать его последним. Часть вопросов была про то, ощущаешь ли ты потерю связи с Родиной и не боишься ли ты потерять связь с своей аудиторией. Во-первых, я не боюсь, потому что я продолжаю читать русские медиа, я продолжаю слушать русскую музыку. Я прекрасно помню, вот просто как сейчас помню свой первый митинг, все свои ощущения от России. Говорят, в каком году уехал, в таком году и остался. И действительно, я помню Россию, ту, которую я из неё уезжал. Столько что начавшейся войной, глобальным ощущением от того, что ты в клетке, все полицейские кажутся тебе надзирателями, а вся страна кажется тебе тюрьмой. Может, вы сейчас-то не так чувствуете. Я так себя чувствовал, как в последние дни перед отъездом, так и долгие годы перед этим. Это ощущение во мне свежо. И действительно, есть какие-то моменты, в духе там, я хотел вместо вот Лото, который упоминал в этом ролике, сначала спрятать свои работы в Москве. Прям просто, я так делал до этого, в центре, где-нибудь там на Artplay, в других клёвых местах, прячешь работы, люди их ищут. И мне, да мои ребята, которые должны были этим заниматься, так намекнули, что, Миш, ты чуть-чуть не понимаешь, какой у нас тут контекст, и сейчас что-то прятать и искать, ну, точно не лучшее время. Вот такие эпизоды действительно бывают, но я не считаю, что я глобально теряю нить. И что гораздо важнее, я считаю, что вот эта вот самая потеря нити, она не стоит потери психического здоровья, и потери драгоценных лет жизни. Опять же, лично для меня. И дальше, в какой бы стране я ни оказался, я буду пытаться уехать дальше, посмотрим, куда это меня занесёт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да, но в любой из этих стран я буду искать себе русскоязычную публику. Я не буду пытаться запереться в бабле, мне безумно интересно общаться с иностранцами, но русскоязычная публика — это моя публика, и я понимаю, что куда бы я ни переехал, я, ну, меня заранее там уже знают какие-то люди за счёт моего канала, и я пригожусь по-разному за счёт своего имени, и имя у меня есть именно в кругах русскоязычных, от этого я отходить никуда не собираюсь. Собственно, у вас может быть то же самое, и если вы активно знакомились всю свою предыдущую жизнь, скорее всего сейчас у вас есть люди через одно рукопожатие, реально, в любом конце мира. И я долго шёл к тому, чтобы всё было так, к тому, чтобы это использовать, я своей эмиграцией доволен спустя год, и планирую каждое 4 апреля поднимать бокальчик за то, какое правильное решение я совершил. Но опять же, оно правильное в первую очередь для меня, и я искренне сочувствую всем, кто в России остался вынужденно, и искренне надеюсь, что всё будет хорошо у тех, кто никуда уезжать и не хотел. А вот кому я желаю всего плохого и вразумиться, это тем, кто с разных сторон пытается ещё больше разделить. Ну, я скажу за российское, хотел бы сказать, честно говоря, про русскоязычное в общем общество. Вот эти вот конфликты уехавших и оставшихся, это самое противное, что может быть. Я ни с кем по этому поводу не поругался, потому что отношусь с пониманием и сочувствием как к одной стороне, так и другой. Ребят, у нас с вами гораздо больше общего, и, по-моему, главная проблема, в принципе, одна из проблем России, россиян, которую предстоит решать, это разобщённость. И поддерживать эту разобщённость, находясь вот, ну, создавать, блять, в принципе, эту разобщённость в интернете, который остался последней соломинкой связи, это, по-моему, ужасно деструктивно и отвратительно. Такие дела. Скорее всего, этот ролик, раньше, чем вы, увидели люди, которые состоят в моём закрытом ТГ-чате фокус-группа Сейна. Это чатик для самых главных фанатов моего творчества, которые покупают платную подписку на Патреоне и Бусти, и в этот чатик я скидываю свои ранние дизайны, наработки, эксперименты и всё остальное, что либо готовится, выложится, и я хочу прощупать почву, насколько это вообще круто или не круто, либо какой-то вообще совсем эксперимент, про который я не понимаю, это что-то нормальное или полная херня. Если вам интересно в подобной штуке оказаться, то все ссылки в описании. И, естественно, эти же люди получают доступ в мой закрытый паблик, в который вход стоит 350 рублей на Бусти или 5 баксов через Патреон, если он вам вдруг доступен. Так что рекомендую вам пройти по ссылочкам в описании и подписаться на это и все остальные мои соцсети шикарные. А так, спасибо, что досмотрели, вы знаете, где кнопка подписки. А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok